Единственной школе микрорайона ТЭЦ-3 исполнилось 30 лет. Стройка началась с котлована, но практически за год со всеми работами успели справиться. Трудились над образовательным учреждением профессиональные строители, родители будущих учеников и даже солдаты. Что примечательно, разрастаться микрорайон начал именно после появления школы. В 1983 году за новые парты сели 280 учеников. И вот прошло уже 30 лет. Поменялись учителя, целое поколение школьников. Только внутри все осталось практически неизменно. Пройдя по всем коридорам школы, я увидела, конечно, что школа стареет. Как могут, они поддерживают. Но я вижу свои лампы, свои потолки, свои стены, гардероб, все двери, вся мебель. Дай бог, чтобы начинка была другая, то есть появились новые компьютеры, может быть, содержание деятельности изменилось, хотя я не сторонник этих всех реформ сегодняшних. Поздравить школу с праздником пришел депутат Гордума Александр Бадалов. Он не отрицает, что учреждение сегодня требует значительных капитальных вложений. Школе в ближайшие годы нужен серьезный ремонт. Мы планируем в следующем году оказать здесь определенную помощь. Мы хотим здесь провести освещение спортивной площадки, помочь с асфальтированием двора и так далее. Достаточно много будет сюда потрачено усилий, чтобы поднять престиж школы. Небольшой денежный презент ко дню рождения подарила и администрация. 115 тысяч рублей пойдет на приобретение нового оборудования. И хочется верить, что в 30 лет жизнь только начинается. Просто нужна поддержка властей и хотя бы немного того энтузиазма и желания созидать, как было у тех людей, которые когда-то построили школу за один год. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.